Привет, друзья! Я заранее извиняюсь за, скорее всего, опять плохое качество звука. Я взял с собой микрофон, у меня опять проблема. Я не взял батарейки, не зарядил, поэтому придется снимать тем, чем есть. Надеюсь, меня все-таки будет слышно. И сегодня я хочу немножко рассказать для тех, кому это может быть интересно, такой непрофессиональный опыт того, как мы делали потолок в доме. Значит, смотрите, у нас газоблочный дом. Давайте я сейчас, ну, в принципе, наверное, на заднем плане, где моя рука, вот, все видно. У нас газоблочный дом, два с половиной этажа, то есть, получается, третий этаж – это мансарда, холодный чердак, скорее всего, будет использоваться летом для каких-нибудь курений, кальянов и так далее. Собирала бригада, про это есть ролики на моем канале, но бригада запросила в районе 40 тысяч за... Вот куда сможет мой палец, за вот это вот все дело. Скорее всего, зная моего прораба, скорее всего, по факту, получилось бы еще больше, то есть, получилось бы, наверное, все там 60-70, в общем. Забили мы болт на тот период и подумали, что что здесь сложного, прибить доски да положить утеплитель. На самом деле, с какой-то стороны это так оказалось, с какой-то стороны это было сложнее все-таки, чем так. Поэтому я сегодня хочу рассказать вкратце для тех, кто не знает, как это делать, как мы делали это. Сразу хочу сказать, что мой вообще канал посвящен опыту ошибок, то есть, тому, как делать не надо. Поэтому все, что вы здесь услышите, это будет про то, скорее, как не надо делать. То есть, я не строитель, я вообще программист, я от этого от всего очень далек. И вот все вот это, это мои ошибки, косяки и так далее. То есть, господа строители, господа там люди прошаренные, просьба сразу в комментарии не приходить со своими там да я, да у меня, да все не так. Потому что, еще раз говорю, это пример того, как делать не надо и как делать человек, который в этом не соображает. Ну, а тем, кто вот такой же, да, офисный планктон, тоже строит дом. Я знаю, вот у меня в инстаграме несколько таких есть подписчиков, поэтому для них это будет интересно. Давайте я сейчас сразу переключусь на вторую камеру и буду уже снимать и показывать, что здесь, собственно, происходило. Также давайте я сейчас пущу небольшой таймлапс сначала. Значит, изначально мы заказали доски. Часть досок у нас была, часть досок, ну, их не хватило. Были у нас доски сотки, ширина 25. Было также очень много досок сороковки, но мы решили, что клепать, 150 шириной. Клепать на потолок сороковку, это, ну, просто полный капсдец. Конечно, это не дело, поэтому мы решили это не делать и оставить ее на что-нибудь потом. Это все был первый сорт. Часть, значит, вот этих соток, которые у нас были, мы их пришили. Я сейчас тоже покажу, как мы их шили и где. И, кстати, про это я уже рассказывал. И остальные 150, которые мы заказали, зимой мы начали подшивать. Сейчас как раз вы видите небольшой таймлапс про то, как все это происходило. Доски мы заказали зимой, сложили на первый этаж. Я сейчас не буду показывать, где это и как это происходило. Потом постепенно стали их отпиливать по нужному расстоянию. Все, все вот здесь вот померили. И поднимали на второй этаж, и там мазали, соответственно, пропиткой. Пропиткой мазали разные, и там, и из Леруа, короче, и цветастой. Промазывали это обычной кистью. Достаточно много промазывали. Это все было долго, долгий процесс. И давайте я сразу перейду, наверное, здесь, ну, таймлапс, я надеюсь, кончится. Я перейду к тому, к первой части досок, которая как раз у нас была сотка. Покажу, как мы это делали. Итак, друзья, собственно, вот сейчас как раз вы видите вот эту часть. Это чисто соточки, которые мы подшивали. Как видите, они летнего хранения, поэтому они легли тютелька в тютельку практически без щелей. То есть здесь щели там буквально по миллиметрику. Несколько досок там, доски 3-4 у нас потемнели, к сожалению. Значит, ну, большая часть нормально легла. Что интересно, на тот период у меня не было, ну, это еще был шуруповерт, но он был дешевый бошки-шуруповерт с никель-кадмиевыми аккумуляторами, который очень быстро сдох, они не заряжались. И, соответственно, нам вот это все приходилось, мы это крутили дрелью. Когда мы заказали нормальные доски, я купил бошевский синий шуруповерт, по-моему, синий он, да, короче, профессиональный 18-й шуруповерт, 18-я модель, по-моему, 50-й момент бесщеточный, и вот им уже крутить было круто. Я также купил нормальные биты, гроссовские, которые мне посоветовали. Давайте сейчас на себя переключим. Я также купил гроссовские биты, которые мне посоветовали, и им уже процесс пошел. Но оказалось, что буквально недавно мне тоже рассказали, что я не все понимаю, потому что, оказывается, каждая бита под свой саморез. То есть надо, чтобы головки, да, там есть PH, PZ, но, как правило, вот для тех саморезов, которые мы купили в Леруа, идет PH-2. И, кроме того, оказалось, что я, когда начал фигачить, соответственно, саморезы, я выкрутил шуруповерт на уровень дрель, то есть на максимальную мощность, на максимальную скорость, и переключил на переключатель скорость, по-моему, да, второй уровень. Соответственно, буквально недавно мне сказали, что я полный диод, так делать не надо, потому что у меня биты хватало, там, ну, я не знаю, там, на полдня, а то и, там, я не знаю, на четверть даже. Вот, то есть в том-то и суть как раз бесчетного шуруповерта, что не сбивать, во-первых, головки шурупов, потому что, не дай бог, потом по какой-то причине, там, какую-то доску придется, например, отсоединить, шуруп выкрутить, да, это раз, а второе, не убивать так быстро биты. И вот уже последние доски, которые я хреначил, соответственно, я вот использовал эти знания, которые мне сказали. Кроме того, некоторые доски были как бы вот такие, то есть они не подходили одна к одной. Каким образом я делал? Я залезал наверх, брал струбцины, и их струбцинами друг с другом подгонял, либо снизу вот так вот к лагу, либо, соответственно, с боков, а иногда и так, и так. Вот, и тогда ложилось все более-менее нормально, но надо сказать, что все равно доски, так как они лежали у нас зимой, заказали мы их зимой, они были сырые, не просохшие. Вот особенно в той части, которую мы зимой крутили, они рассохлись, и между ними щели где-то бывают и по сантиметру. Но на самом деле, как мне объяснили люди, которые ни один такой этаж закрыли, ничего страшного в этом нету, идем дальше. Давайте я расскажу, собственно, вот это все, учитывая, что мы с батей приезжали сюда только по выходным, не на полный день ехать сюда, там от нашего дома где-то столько мэ. То есть делали мы это с ноября по где-то июнь. То есть, ну, трындец, да, делали долго. Ну, реально долго, какие куча, я делал один. То есть, вот это вот все мы делали практически полгода. Здесь 100 квадратов. 100 квадратов. Я видел, что некоторые товарищи делают это фанерой, но, соответственно, это дороже в разы, и поэтому фанерой мы делать отказались, делали досками. Также у нас был косяк, связанный с тем, что вот в этом месте, вот в этом месте мы не могли, почему тоже так долго делали, сделать доски и накрыть, потому что здесь у нас лестница. Соответственно, нам пришлось заказать лестницу. Когда лестницу заказали, мы сбили вот такие вот мостки, соорудили, и тогда, соответственно, мы смогли закрыть досками здесь. Также по чертежам у нас был конструктор, все-таки у нас немножко оказался не совсем прав, мягко это, он расположил выход наверх вот сюда. И здесь получалось так, что лестница попадала, ну, вот эта лестница чердачная, да, она попадала прямо на край вот этой вот лестничной площадки. И, соответственно, ты спускаешься и можешь просто улететь вот туда вот. И мы, так как здесь вот будет коридор, вот я сейчас кирпичами примерно выложил, вот там туалет, а здесь коридор, то мы, соответственно, перенесли люк вот сюда, прямо перед входом, грубо говоря, в туалет. То есть, ну, это как бы санузел, точнее говоря, да. Про люк. Сначала я вот этот люк вырезал из фанеры, он был легкий и хороший, но так как здесь все-таки я не идеально подрезал доски, то есть, есть, надо было мне померить диагонали, но я не догадался, то, соответственно, я сделал это, ну, короче говоря, была определенная несоосность сторон вот этого параллелограмма, и фанерный люк, сделанный не по месту, сюда не входил. Тогда, соответственно, я сделал что? Я просто по месту нахреначил досок, потом их скрепил вот этими вот параллельными, ну, перпендикулярными досками, потом подшил петли, а потом открутил винты, и она спокойно уже открылась, и люк получился по месту. Да, он тяжеленный, но зато он идеально сюда подходит. Естественно, я сюда купил в Леруа, сделал, ну, вот, защелку для щеколды и, ну, обычную скобу, понятно, что там, какой-нибудь варьё это с легкостью открутит, но, в принципе, мы уже, ну, как бы и да ладно. Вот, там все равно ничего такого нету. Значит, ну, и вот щеколды и, собственно, второе ушко замка. Давайте покажу, что там наверху, и сейчас расскажу. Значит, смотрите, здесь наверху у нас утеплитель. Утеплитель укладывали мы, я, мой отец, и немножко помогал тесть. Укладывали мы, ну, я не знаю, сколько, наверное, месяц мы укладывали утеплитель, делали это тщательно, прокладывали все вот эти вот штучки. Часто было, что у меня нога соскальзывала с досок, и я попадал вот прям туда, проминал тут утеплитель. Тогда я просто нарезал кусков, вот это промятое место еще укладывал дополнительно. То есть, это тяжелая работа, я работал в маске, где-то там лежит мой респиратор большой. Давайте сейчас залезем, я все сейчас покажу. Как это, естественно, всегда получается, наш конструктор дорогой заказал утеплителя слишком много, вот сколько его осталось. То есть, не использован, но он там валяется. То есть, вот это все укладывали мы очень-очень долго и очень муторно. Особенно тяжело было укладывать вот туда, вот в те части, потому что туда подлезть могу только я, взрослый человек, кто не подлезет. Хорошо быть маленьким, и это очень геморрно. И вот в эти части за трубой, то есть, на самом деле, на видео это не передают, но места там очень мало. Значит, обязательно я пользовался вот такой херней на коленке, потому что без этого лазить тут невозможно. Где-то подкладывал доски, вот такие вот. Ну и, соответственно, перепробовал разные респираторы. В итоге я становился вот на таком из Леруа Мерлен. Да, в нем абсолютно невозможно дышать, но зато реально потом, ты когда отсюда выходишь, хотя бы дышать можно. Потому что от обычных респираторов я выходил, а потом очень долго кашлял. Плюс перчатки обязательно здесь приходилось одевать, соответственно, куртку. Потому что от базальтовой ваты все потом чешется. Далее. Я купил, пойдем сейчас покажу. Опять же, я купил. Я решил переключиться, может быть, будет интереснее. Сейчас видно, как я тут лазаю, потому что это, на самом деле, тот еще аттракцион. То есть, ну, отец мой сюда лазить просто в какой-то момент перестал, потому что это жесть. Вот. То есть, здесь взрослому человеку ходить довольно-таки стрёмно. Вот, если посмотреть там. Ну, не видно, в общем, мои ноги с трудом здесь ходят по этим лагам. Это, конечно, надо класть перекладины. Несколько раз я бухался. Ну, соответственно, вот я купил грунтовку. Такая. И там еще стоит вдалеке. Вот. Я пока до нее не дошел. Там стоит циризит. И вот такую штуку долго выбирал. Блин, они как здесь дорогие. Вот эти вот хрени. Там по две тысячи, по две с половиной, по полторы. Я не очень понимаю, за что такое бабло. Ну, ладно, взял вот так. Причем еще половина из них в Леруа работает через пень-колоду. Ну, как-то непонятно. Даже, как бы, продажные экземпляры. Взял, в общем, я вот такую штуку. В целом нормально она работает. Опрыскал здесь все фронтоны. Прогрунтовал. Причем я так прям тщательно-тщательно все это сделал. Чтобы прям все было видно. Вот. Ну, вот, кстати, тоже покажу, что вот, например, даже какие-то микрощелочки. Я дополнительно... Вот куски оставались. Я прям вот дополнительно вот их прокладывал. Подзакрывал там и так далее. Вот. Прогрунтовал. И потом, ну, вот, кстати, я подкладывал, как грунтовал, да, то есть подкладывал вот эти вот куски пленки от теплоизоляции, чтобы все это не капало. И вот так стоял, собственно, и пшикал. То есть, ну, понятно, схема, да. То есть, это вот херня накачивается, сюда заливаешь. Ну, мне хватило на все фронтоны, ну, сторона 10 метров, два фронтона, да, высота там сколько там, три, наверное. Где-то полбанки, то есть, ну, где-то 5 литров мне хватило. Но еще раз говорю, я лил очень много. То есть, ну, не банки, а канистры, да. Лил я прям, ну, до хрена. Вот. Идем. Ну, что-то попало, конечно, на утеплитель, но не сильно. Ну, про это я уже говорил, как я закрывал окна. В принципе, я думаю, не очень интересно. Так, идем дальше. Идем дальше. Сейчас, что я делаю сейчас. Расскажу. Ну, вот видно, как я здесь раком, на самом деле, хожу. Расскажу, что я делаю сейчас. Сейчас я закрываю, закрываю. Все уже, значит, из-за спаном А. А, это Акстон из Леруа Мерлен. В принципе, нормальная штука. Здесь полноценная инструкция. Все написано, чего, как, что с ним делать. Есть уже готовая, значит, клейкая лента с ним идет. Но я, на самом деле, не очень ей доверялся, потому что у меня все равно не получилось сделать стопроцентное прям примыкание. То есть, где-то эта клейка лента в каких-то местах не приклеивалась, да. И я еще дополнительно, не знаю, косячно это или не косячно. То есть, понятно, что крепил я это на обычный, как бы, степлер. Вот. И еще раз говорю, делаю я первый раз. Особо никаких роликов я не смотрел. Мне просто подписчик из Инстаграма, который сделал таких штук очень-очень много. И вообще, такой специалист работы по дереву. Ну, как бы, он курирует это и подсказывает, как это правильно делать. Значит, я еще дополнительно, чтобы перебздеть, проклеил армированным скотчем алюминиевым. Чтобы точно все у меня не расходилось. Вот здесь тоже такое ссыкатное место. Покажу саму вот такую херню. Заказал в Петровиче. Прикольная хренатень. Значит, она, вот если посмотреть, вот она вот там черненькая. Это битумный скотч двухсторонний. То есть, держится он, несмотря даже на то, что этот газоблок, он такой мерзкий и песочный. Держится он довольно-таки хорошо. То есть, соответственно, я приклеивал газоблок. Ой, приклеивал вот этот скотч. На него крепил ленту. И потом сверху еще обычным армирующим скотчем приклеил. Пока все держится, все нормально. Значит, какие косяки я допустил? На самом деле, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Вот видите, получилось достаточно криво. То есть, я не выдержал расстояния. То есть, криво приклеил. То есть, где-то вот такие вот уродские нахлесты получились. Но некрасиво. То есть, я не особо перфекционист. Но те 2% перфекциониста, которые во мне есть, они, короче, недовольны. Поэтому, как я вот буду остальные делать стороны? Вот, скорее всего, скорее всего, я здесь очень удобно. Здесь есть как бы сетка, видите? Поэтому я, скорее всего, пущу луч, чтобы выдержать какой-то, ну, ровный более-менее угол. Пущу луч, отмерю еще расстояние. Вот там вот, на брусьях отмерю расстояние от стенки. Луч пущу по ним, этого лазерного построителя. И постараюсь сначала степлером положить вот этот, раскатать изоспан. И степлером в точках, точно вот отмеренных, прикрепить сначала вот так по лагам, чтобы он лег. А потом уже сюда его накладывать, чтобы было ровное расстояние, а не как вот тут. Вот, вот это косяк такой же. Ну, и также вот здесь вот я, видите, немножко скосячил. Ну, как бы это черновой чердак. Здесь никто, конечно, жить не будет и тусить. Но вот тоже тут не очень мне нравится, как я сделал. Не очень красиво. Поэтому, не знаю, может быть, я потом просто это закрою досками. Вот, которые, собственно, вот эти доски сороковка лежат. Вот, может быть, я просто ими как бы закрою все. И чтобы это было не очень видно. Вот, еще раз говорю, черновой чердак. Здесь максимум будет, типа, как шкаф он используется, что-то будет храниться. Какие-то вещи там, резина, шины. Ну, и максимум сюда я буду подниматься, там, покурить. Может быть, вот здесь будет стоять ПВУшка, приточно-вытяжная установка, да, вот с той стороны. И ПВУшку там как-то обслуживать. Вот, собственно, давайте покажу еще, значит, чем, чем резать, чем резать утеплитель. Так, у меня, а, вот ножик, да. Вот такой нож. Вот такой нож. Очень удобно. То есть, кладется доска, вот так вот. И прямо по доске ровненько утеплитель отрезается. Режется он вообще на ура. Вот, поэтому никаких, в принципе, проблем не было. Но в каких-то мелких местах я уж там не резал, а прямо его ломал. Вот, кстати, поставка из Петровича. Все, что я заказал. Значит, сама лента, вот она в такой вот упаковке идет, называется Изострон КЛК. Я чувствую, что мне придется еще заказать этой ленты. Но стоит она так, как бы, недешево, на самом деле. Но я не могу сказать, что она сильно расходуется. Значит, вот обычная армирующая лента из... Их даже две я взял. Из Леруа вот такую взял и такую взял. И вот взял такую технониколевскую хрень. Это битумная полимерная лента. Этой полимерной лентой я буду приклеивать изоспан... Изоспан Д... Ой, изоспан Б внизу, вот там. Сейчас давайте спустимся. Я вам покажу, как это все будет тоже выглядеть. Здесь, соответственно, друзья, вот здесь ляжет изоспан Б. Он у меня тоже лежит. И на углы, естественно, я его буду вот сюда заворачивать и туда заворачивать. И чтобы он завернулся, я его как раз буду, наверное, так же приклеивать вот этим вот... Битумной лентой клеечку пущу, на него посажу. И сверху пущу вот эту вот битумную ленту еще внахлест. Чтобы он точно держался. Здесь, на самом деле, не так страшно что-то клеить, как там. Потому что все равно все это закроется сверху потолком. Потом тут штукатуркой. И вот тут штукатуркой, то есть маяками штукатурными наверняка, которые, может, даже выниматься не будут. Вот, поэтому, скорее всего, все это будет выглядеть вот так вот.